Сейчас нам, товарищ майор, расскажет о том, что здесь делают полицейские, каким образом принимаются вызовы. Сотрудники дежурной части, кажется, слегка утомлены назойливостью школьников. Им интересно всё, сколько звонков поступает сутки, как распределяют наряды и где расположены по городу камеры видеонаблюдения. Это люди удивительные. В преддверии школьных каникул и дня сотрудника ОВД подобные экскурсии с учащимися регулярны. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. 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 Едва сотрудники полка ППС разрешают школьникам трогать оружие, как автоматы, пулемёты и пистолеты вмиг оказываются в руках. С единственной поправкой – целиться в людей запрещено. Давай я тебе стучу свой поправки. Давай. Это техника, это интересно для детей, тем более у нас сейчас дети очень образованные. Сейчас в доступе всё в интернете, в широком доступе. При проведении таких мероприятий просим наших сотрудников, оружейников наших, чтобы они, скажем так, весь арсенал, который у нас имеется, на вооружении, ну или там часть, раскладывали, показывали, объясняли. А это уже показательные выступления кинологов и их подопечных. В штате полка ППС 25 обученных собак. Регулярный уход за ними благоприятно влияет на выполнение важных задач. За собакой закреплённо определённо каждый сотрудник. Собак они своих любят, чешут, ухаживают за ними, тратят очень часто даже свои личные деньги на то, чтобы они выглядели очень достойно. Расчёсывают, стригут их. Сотрудники внутренних дел будто раскрывают все секреты перед школьниками, но это только на первый взгляд. Более подробный экскурс после 11 класса при поступлении в учебные заведения МВД. Сейчас им 13-14 лет. Во-первых, мальчики сейчас определяются с выбором будущей профессии. Может быть, они в дальнейшем станут также сотрудниками ППС. В завершении школьники возложили цветы к мемориалу погибших сотрудников ОВД. Как дань уважения тем, кто ценой своей жизни сохраняет спокойствие жителей всего региона. Артём Лепёхин, Вячеслав Ермовский, Центр новостей.